Здравствуйте! Меня зовут Михаил. Алкоголь уберите, на детской площадке распивайте. Здравствуйте! Будьте добры, пожалуйста, алкоголь уберите, на детской площадке запрещено распивать. Подожди, я засниму какой-то срач в парке. Без культуре, беспорядок. Позор. Друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. И также подписывайтесь на канал, ссылка на который находится внизу под видео, где я провожу прямые эфиры, стримы, с рейдов, либо где мы с вами общаемся. Вы к северу, пожалуйста, на детской площадке запрещено распивать. Уберите обшивание. Мы ждем, когда вы уберетесь. Я не пью. Ну, я не пью, у меня просто лежат. Уберите обшивание. Убрали. Что убрали? Поставили это убрали? Мы мешаем вам как-то? Конечно, на детской площадке курите, пьете, распеваете, курите. Мы, короче, сейчас на чистых курдах. Выливаем, короче, пойдем. Нарушайте общественный порядок, распевайте алкоголь. Надо предотвратить нарушения. Это не наше пиво. Не ваше? А, понятно. Если ваше на будущее, нарушайте, пожалуйста. Если ваше, не врите людям на будущее, признавайте ошибки. С ними. На территории храма. Да, на территории храма. Люди распивают алкоголь. Когда я на болотной в парке стоял, общался с человеком, ко мне подошли два скинхеда. Помимо этих двух, с ними еще было несколько человек. Они стояли вдалеке и наблюдали. Смотрите, что было дальше. Парни, пожалуйста, дайте мне поговорить. Что, я там где-то говорю, что это скинет? Где? В чем? Это был скинет. В чем, спрашиваю, в чем? Я хуже знаю, но это давно был. Вот если ты не знаешь, что ты дорогу раскрываешь. Я говорю, если ты не знаешь, что ты договоришь. Я почему форшую? Я почему. Что за человек, как говоришь, если ты не знаешь? Лев, ты просто все знают, что ты глухой, что глухой или что? Кто отмаз, ты будешь отмазать? Кто такой, чтобы я что-то отмазал? Как верующий человек, который всю жизнь верующий. Бронтанск. Курт может быть скинуть с кино. Скинхеды это, блядь, они за русский народ. Я говорю, а ты с курдом разговариваешь? Ты курду говоришь, что он скинхед за русский народ? Ты на голове русский? И? Ты когда покажешь хоть где-то, хоть одну фразу или какой-то довод, и потом поговорим, понял? Если я ловил педофилов так же, как твои друзья дурачки, это не значит, что я был такого же мировоззрением. Те, кто ловят педофилов, они дурачки, да? Я говорю про скинхедов. Ну, скинхеды, которые педофилов... Я нигде не... Они дурачки, да? Ты слышишь, что я говорю? Конечно, дурачки. Смыска. Скинхеды дурачки. А педофилы что, они хорошие? Скинхеды дурачки все. Ты бывший скинг, и я тебе говорю... Ты что, глухой, что ли? Ты глухой? Ты глухой, ты глухой, ты глухой? Я тебе говорю, нет. Ты глухой? Ты не должен этого... Ты глухой, я сказал, нет. Ты, блядь, не должен этого считать это зашкваром. Глухой. Как же ты... Я не глухой, я тебе все объяснил по фактам. Каким фактам? Твои слова это факты? Да. Они загрязняют вашу. Я смотрел твои видосы, когда ты педофил. Глухой. Ты что, глухой? Ты говоришь педофилов, и ты говоришь, что я скинг. В чем я бывший скин? Еще раз повторяю. Те, кто ловили педофилов, это что, скины? Напомню. Это была организация, где были скины. Уже не могу. Тем более тогда, в 2019 году. И дальше что? А я что, в этой организации был? Где? Это была в этой организации. Где? Покажи, где я был в этой организации. Я сам ловил педофилов, и назывался Лев против педофилов. Если я делал так же, как они, это не значит, что я мировоззрение каких-то других придерживаю. В плане педофилов я делал так же. Ты придерживался на националистическом. Где? Я тебе еще раз говорю, ни одного высказывания, ничего такого нету. Нигде. Я помню, были видосы где-то. Ну вот когда были, ты подойдешь мне по факту, покажешь, тогда мы с тобой поговорим. А я тебе еще раз говорю, я верующий человек. Ты услышал меня? То, что ты делаешь, то, что ты делишь людей из-за нации, такие люди или другие, это плохо. Понимаешь? Когда эти люди беспределят здесь? Это отдельные люди беспределят. Среди русских беспределят. Среди Кавказа беспределят. Среди чеченцы, например, приезжают. А среди русских не беспределят? Надо отдельно к каждому случаю относиться, а не от зависимости от нации. Почему чеченцы имеют право беспределить у нас на нашей территории? А почему русские беспределят у нас на территории? А потому что их территория. Почему русские беспределят? Потому что это наша территория, мы здесь что хотим, то есть мы сами разберемся. Я тебе про народы говорю, ты сейчас народы, ты сейчас про народы. Ты хочешь сказать, что какой-то народ хуже другого народа? Или в каждом народе, в семье не без урода? В каждом. Я хочу сказать то, что не надо беспределить на той территории, где та территория, которая не ваша. Вы не имеете права здесь беспределить. В твоем понимании здесь, я тебе говорю, здесь разных национальностей люди беспределят. В том числе и русские. В том числе и русские. А какое право другие имеют право здесь беспределить? Вот ты сейчас беспределишь. Я русский. Да, и ты беспределишь. Я имею права. И ты беспределишь. Ты имеешь право беспределить, то, что это твоя земля? Я не беспределю. Как ты не беспределю? Ты подошел, человек окрестил в скинхеды. Просто берешь... А это беспредел, да? Голословно говорит. Да, ты человека сразу кем-то называешь. Ты скинхед. Тот у тебя тот будет, третий у тебя пятый. Мне стыдно быть скинхедом, да? В плане стыдно, я против скинхедов, ты не слышишь меня? Я верующий человек. Ты не понимаешь это? Я против скинхедов. Ты услышал меня? Ты начинаешь про чеченцев говорить. Причем здесь чеченцы? Ты сейчас говоришь, что скины все беспредельщики, то, что они плохие. Не беспредельщики, просто глупые люди. Они за русский народ борются. Они пытаются возродить традиции старые. Традиции старые? А какие у русского народа традиции? Традиции, культуру. Я тебе все сказал. А в традиции, в культуру относятся отношения к каким-то другим людям, других народам, из-за того, что они другого народа, сразу что это беспредельщики? Ты по факту можешь, вот, если чеченец или русский какой-то поступил неправильно, не в зависимости от нации, зачем говорить, это чеченец или это русский. Это человек, который поступил неправильно. Почему чеченцы имеют право, я тебе сказал, беспределить именно здесь, на нашей земле, родной? Ты что, не слышишь? Потому что это люди, грешные люди все. А нахуй они? Скажи, нахуй они здесь приебались сюда, блядь, на нашу землю? Потому что ведут себя достойнее, чем ты. В смысле достойнее? Ну ты сейчас вот нецезурной бронью в парке выражаешься. В публичном месте мужчина. На тебя девочки смотрят молодые. Ты какой им пример? Сеньор, зачем вы даетесь из-за человека? Ты какой им пример? Зачем вы даетесь из-за человека? Я даю правильный пример. Какой правильный пример? Я знаю кучу чеченцев, которые так себя вести не будут. Стоять харкать в парке и материться. Достойно себя будут вести. И тебе покажут пример. Вы работаете маленького мальчика. А ты про них говоришь. Мальчик сам подошел. Ты сам с себя начни сначала пример подавать. Многие чеченцы достойнее, чем ты себя везешь. Они матом не будут стоять в парке в присутствии девочек. Ты оставляешь русских, потому что... А ты начал. Потому что... Я никого не оскорбляю, еще раз повторяю. Скинхеды это в большинстве русские. Я никого не оскорбляю. Отвечай на его вопрос. У тебя есть 51-я статья. Ты видишь, снова голословно заявляешь, что я кого-то оскорбил. 51-я статья. Ты снова начинаешь про нации говорить. Он знает, как задавать вопросы. Нацисты это те, которые избивают и убивают даже, если можешь так сказать, людей другой нации. Пытаешься сейчас доказать то, что ты не был скинхедом. Ты пытаешься сейчас конкретно запудрить всем мозги. Мне не надо это доказывать. Понимаешь? Это истина уже. Я тебе сказал все. Мое да, да. Мое нет, нет. Я тебе сказал, ты был скинхедом. Я тебе сказал нет. Ты был, я тебе говорю. Мне без разницы, что ты сказал. Ты был. Ты за свои слова будешь отвечать теперь. Ты им был. Ты за свои слова будешь отвечать. И когда-нибудь в жизни тебе это аукнется. Меняйся в лучшую сторону. Сейчас очень заблудший. Серьезно тебе говорю без всяких там шуток. Понимаешь? Реально задумайся. Это очень опасный путь. Про народы вот такие вещи говорить. И врать про людей подходить. Что он оскорбил, что он скинхед. Следи за своей речью. Реально задумайся. Слышишь? Это реально наставление дают. Реально задумайся. Пока молодой просто ты радикальной ерунды наслушался. А потом умирают такие ребята из-за этого. Понимаешь? Либо там, либо там. На почве этого происходит поножовщина. Когда ты... Поножовщина на фоне этого происходит очень опасно. Подожди. Ты же тоже педофилов? Ты гасил их прямо. Ты почему к педофилам переходишь? Ты со мной о педофилах хочешь поговорить или о скинхедах? Я поддерживаю. Я поддерживаю. Я понял. Деятельность. Я понял. Но сейчас я не поддерживаю. Я... Вернее. Когда алкашей там пиздить, я поддерживаю. А я нет. Но скинхеда... Я никого не бью. Понимаешь? Да, они тоже как бы... Мы... Ну мы бухаем, но как бы на ней постоянно. Мы тоже против. Мы зазожим. Ты понял? Я меня услышал, когда это выйдет в интернете. Там тысячи людей еще тебе напишут так же. Что ни одного факта и аргумента ты не найдешь, что я был скинхедом. Ни одного. Все, что ты увидишь, что я просто ловил... Одевался как скинхед. Одевался как скинхед? Давай. Сейчас четко скажи, в чем это заключается. Я не помню на видосах. Ну что ты? Я не помню. Ты начинаешь... Я не помню. Это видно на видосах. Вот так же люди посмотрят, если хоть один скинет, что я одел как будто одежду, которая хоть как-то где-то относится к скинхеду. Я обычным парнем был. И все, что я делал, увидел, как педофил тесак ловил и так же начал их ловить. Но все эти мировоззрения я никогда не придерживался. Тесака поддерживаешь? Я же сказал, нет. Только в ловле педофилов. И на тот момент я был глупым еще так же, как он поступал. А потом я начал более грамотно их ловить. Показал пример тесаку, как это надо делать. Понял? А потом такие молодые ребята, дурачки, как ты, к сожалению, его взглядов начали придерживаться и побежали вот это вот нести. Вражду межнациональную сеять. Чеченцы, те, все. И вот из-за таких, как ты, война была, война есть и война будет, к сожалению. И тебе надо об этом задуматься, потому что либо тебя убьют, либо ты кого не убьешь. Как ты власть обучишься на Путина? В Украине тебя считают, конкретно говорят, что это пропутинское движение у тебя. Понимаешь? Чего еще раз? Пропутинское движение. Нет, что ты сказал полностью предложение? В Украине есть одно видео, где конкретно сказано, что у тебя пропутинское движение. Ты считаешь себя... Что ты тут вообще делаешь, что это? Нет, что ты тут вообще делаешь. В смысле? Тебе не нравятся народы, раз. Я родина. Мы против таких, как ты, фашистов. А в свое время истребили. Ты сейчас стоишь тут. Подожди. Ты не за русских не надо говорить, ты не за русских. Я за русский народ. Ты не за русских не надо говорить. Я за славян. Я за славян. Потом почитаешь, тебя презирать будут. Потом почитаешь. Ты не представляешь русский народ с такими взглядами. Ты представляешь тех, с кем воевал русский народ сейчас. С кем русский народ воевал? С такими мировоззрениями, как ты. Из-за этого война началась. Подожди, как ты... На расовой почве. Как ты относишься к Великой... Как ты относишься? Ты не можешь слышать, что я говорю? Подожди, скажи мне. Ты считаешь, что Великой Отечественной войны была правильной? Я тебе скажу, это была брата-убийственная война. Арийцы воевали с арийцем. Я тебя просто спрашиваю, что он такой. Идем бы в братский мир, что у тебя, а я умоляю тебя. Я не вырежу. Это правда, если ты понимаешь. Я просто спросил, что он был. Ты арийц? Ты арийц. Ты арийц. Кто такой арийц? Славянин. Кто такой арийц? Славянин. Славянин это арийц. Это арийц, да. То есть Гитлер пошел арийцев убивать? Ну, да. Да? Так, а что ты говоришь? А что ты тогда сейчас говоришь? Ты была брата-убийственная. Ну, это Гитлер убивал твоих братьев. Я во многом не поддерживаю Гитлера, но я против Сталина тоже. Я против коммунистов. Ты говоришь, что ты арийц, ты скинхэт, и ты говоришь, я не поддерживаю Гитлера. Я поддерживаю Гитлера, но не во всем. Ты только что сказал, не поддерживаю. Он убивал твоих братьев, ты только что сказал. Брата-убийственная война была. Но это была ошибка. А ты думаешь, на Великой Отечественной войне воевали русские, что ли? Нет. Там разных наций, братья друг к другу, плечом-плечом воевали против дьявола. Я уважаю их. Против дьявола, которому ты сейчас кумиром все сделаешь. Ты гидера называешь дьяволом? Конечно. Почему? Ну, я говорю, в плане, почему. Почему? Он потому что сподвиг такую огромную вражду расовую, на которой умерло миллионы людей. Ответь мне, а Сталин... И до сих пор такие отголоски остались в тебе. Тут, стоя в центре Москвы, города-героя, остались такие скинхеды, как ты. Подожди, а Сталин не дьявол? Ответь мне. Все, кто пойдут с мечом людей убивать первыми, нападают на расовых почвах, это с дьяволом люди идут. Понимаешь? Дьявол им в голове шепчет, они пошли убивать. Сталин дьявол или нет? Услышал меня? Нет, ты мне ответишь. Я тебе ответил за всех сразу. За всех сразу ответил. Мне не надо на личность не переходить. Сталин, Путин, еще кто-то. Ты за себя отвечай, а себе подумай. Ты умней Путина, что ли? Ты умней? Путин стоит в парке, харкается 950 раз, матные слова говорит, на нации людей подразделяет. Ты себя начни. Ты что из себя представляешь, чтобы всех тут стоять хаять? Сталин у него такой, Путин такой, чеченцы такие. Ты что из себя представляешь? Ты что полезного для страны делаешь? Ходишь только расовую войну разжигаешь. Какую расовую войну начал? Вот дай бог, чтобы таких, как ты, стоял, смеющие люди одумали. Серьезно, я вас отменяюсь. Серьезно. Я изгоняю лифт. Иначе погибнешь. Друзья, если вы тоже против расизма, поддерживайте мою позицию, поддержите ролик распространением, лайки, комментарии, репосты. Это все продвигает видео, чтобы освещать эту проблему. Это очень серьезная проблема нашего общества. Продвиньте ролик, буду вам благодарен. Спасибо за поддержку. Продолжение следует... Продолжение следует...